всем привет с вами илья у макаров и мир каш ёлка мы сегодня обсуждаем новости из мира доты 2 нас предупредили что всего новостей 9 до из них 2 фейковые новости и 7 настоящих новостей а нашей задачей является эти две фейковые новости распознать устранить и чтобы все было чисто и в общем по красоте дота новостной фейковый комитет открыт первая новость игрок из австралии искал матч 6 часов и проиграл самым невезучим оказался игрок на медузе искавший игру 385 минут игрок на медузе да это джиган с верхом самый знаменитый вместо кресла у него медуза очень мягко но тает быстро надо заказывать много так 385 минут он искал матч по итогу он завершил матч со вторым нет ворсом на карте и когда 3 4 3 однако проиграл внутри 185 минут можно искать матч такой игре как дота если ну возможно он 385 минут про втыкал потом посмотрел у него ползунок вайфая просто смотрел в экран 385 минут меня вообще зацепило что игрок из австралии и я бы поверил в эту новость если бы он дрался с огромным жуком просто вот такая у нее отмазка да на меня 40 ножка напала с вот такой размер в австралии по-другому время правильно течет конечно мы пауки большие там вниз головой все но мне кажется это маловероятно маловероятно до 385 минут и жестко еще это очень это надо ну быть кем чтобы ждать сидеть еще рассеянным с улицы у меня есть свободных 10 часов просижу подожду пока дота загрузится это странно ну очень странно я бы как фейк определяем как фейк это фейк блин тогда чувак из австралии мы накидаем тебе список из 10 занятий которыми можно заняться вместо того чтобы 385 минут ждать пока загрузится dota 2 и так моя новость а фон инди дотеры тупые особенно те кто кто только в доту играет этот чья-то бывшая девушка написала новость дотеры блин тупые блин особенно те кто только блин доту играет блин особенно виталик и так да все дотеры тупые особенно те кто только в доту играет начинающие мамкины киберспортсмены я всегда на своем примере все обсуждаем я играл в доту лет десять я бы не сказал что я какой-то тупой я конечно тупой но я всегда приспосабливался можно сказать что благодаря доте я сам реализовался в каком-то смысле так как афа афа нинджи афа нинджи афа нинджи это какой-то видимо игрока стример или игрок который вот такие значит заявления делал но как будто настоящая новость типа кто только в доту играет те тупые а он такой я здесь лет играл но я играющих другие игры я к тупой те кто только в дот играет тупые так в чем вообще суть его умозаключения я сейчас буду становиться игры слушай но мне это как будто правдивая новость знаю ну да потому что это очень токсично это похоже на игроков дот возможно здесь фейк его никнейм афа нинджи афа нинджи афа нинджи мне кажется это тоже да это правдивая эта новость правдиво ну 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 третья новость айл тиви я уверен что люди тупее чем дотеры люди понял люди тупее чем дотеры человек играющий в доту 20 часов в сутки называют людей тупыми так конечно я уверен что люди тупее чем дотеры даже так не но очевидно что если ты там как бы достиг каких-то результатов поступил куда-то в университет хороший стал архитектором например и так далее ну или кем-то ты стал то тогда да это конечно же уважай очень много конечно конечно же и как бы да как бы то тогда да это конечно уважаемо ну а тогда как бы да но тут же как бы вот и как бы новости новая чем каждая но люди-люди да люди идут кера да они как бы Что? Они же как бы, ну, кто тупой, кто нет, кто люди, кто докеры, да? Ну вот сидит дед, шахматы играет, он что, умный что ли? Ну, нет, был бы умный, но как-то, да, он что-то еще... Открыл бы банк, правильно? Как-то еще что-то еще как-то играл когда-то, как-то. Ну, блин, похоже на реальную новость. Абсолютно реальную новость. Это как бы, это ответ, это ответ Афонинджа. От АЛТВ. Абсолютно реальная новость тоже с этим согласен. Абсолютно реальная новость. Да, это абсолютно реальная новость. Это, наверное, диалог был этих двух игроков, да? Вот нам подсказали, что разница между этими двумя заявлениями была полтора года. То есть этот чувак еще подумал полтора года, прежде чем дать такой ответ. Он уменьшал количество как-то. Слишком много как-то. Сначала как-то было гораздо больше. Итак, четвертая новость. Дахак закончил матч с выключенным монитором. Его команда победила. Во время второй карты полуфинала верхней сетки квалификации TI-22 мониторы Никиты Дахак-Кузьмина перестали работать. Монитор перестал работать. За время технической паузы проблему устранить не удалось. Администраторы не разрешили продлить паузу. Поэтому Никите пришлось доигрывать матч без монитора. Он завершил встречу с КДА 11-4-4. Его команда победила и вышла в гранд-финал. Это правда, потому что я лично TI без компьютера, без клавиатуры и без мыши выиграл. Как это? Вообще там не присутствовал. Прям задумал. Просто этот сверчок на фоне очень в тему был. У меня в голове точно такой же был звук. Ну, как будто это похоже на правду на самом деле. Единственное, как он. Он получается одну катку прям играл без монитора. Ну, может, ему сокоманник в левее. Левее, да, вот сюда. Вот сюда. Кидай стад. Да, правильно. И он просто вот так. Еще, еще. А, я знаю, как они. Они вычислили количество пикселей на экране. И как в этом, в морском бое. Типа B2? Да, B2. Это вот где-то вот здесь пиксель. В самом углу экрана. Не, ну, если там не хватало каких-то 5-10 минут, я думаю, в целом и не было какого-то супер решающего момента, это возможно. Ну, и что, он постоял просто? Ну, что-то двигался как-то. Ну, у них же еще механическая память точно есть. Ну, механическая память, ну, мышкой попадать в предметы, в герои. А ты-таки запомнил момент, когда отключился монитор, закрыл глаза и пошел по внутренней карте. Если он был еще саппорт какой-то, типа, ну, Баффл там остальных, то еще может как-то, да. Мне кажется, это реальная новость абсолютно. Ну, как будто похоже, да. Это реальная новость. Это реальность. Это не реальность. А мы бы смогли. Блин, что в этой жизни... Возможно, не победить. Было бы эпично, блядь, на самом деле. Ну да. Получается, одна новость фейковую мы уже вычислили. Осталась еще одна. Игрок ужас для всех, у кого есть логопедические проблемы, Ларл из России, призвал перестать общаться с девушками для карьеры в киберспорте. Денис Ларл Сегитов рассказал, что секрет успеха в киберспорте кроется в отказе общения с девушками. Надо меньше общаться с, троеточие, дураками и девушками. Надо все время дота уделять. Девушки загубили карьеры многим дотерам, отметил Сегитов. Сегитов, возможно, внебрачный сын Вассермана, который ту же самую теорию выдвигал. Ну вот, например, я знаю, бойцы перед боем, они не занимаются сексом, да? Либо часто. Что для меня равно общению с девушкой. Нет, вот, допустим, Тайсон Фьюри, боксер, чемпион мира, в общем, по всем категориям, он в предтренировочный период, точнее, в предматчевый период, он мастурбирует до 7 раз в день. На камеру, в прямом эфире. Но он, короче, поддерживает высокий уровень тестостерона все время. Но в целом, что? Девчонки могут просто говорить, уделяя внимание мне, а не компьютеру. Ну да, между тобой и монитором ходить. Надо по 20 часов в день играть. Лежать, как кошка на клавиатуре. Ну, понимающих девчонок меньше, чем тех, которым недостаточно внимания, согласен. Да, согласен. Поэтому я считаю, это правдивая новость. Да, скорее всего, правдивая, да. Это правдиво. Это правдиво. Это правдиво. Очень круто. Шестая новость. Китайские власти запретили школьникам играть в видеоигры более трех часов в неделю. Это обрушило акции компании игровой отрасли и в целом рынок. Как говорится в сообщении, представители партии и правительства также указали, что удалению подлежит контент непристойного и насильственного характера. А также контент, содержащий нездоровые тенденции, такие как поклонение деньгам и женоподобие. Женеподобие. Женеподобие. Как у Жени джинсы нельзя носить. Я ее читал где-то эту новость. Да, по-моему. В Китае вообще очень много сейчас новостей. У Достоевского было. Тебе не натыкаешься на новости из Китая, где у них какие-то оплата ладонью, какие-то социальные рейтинги, у них там же черное зеркало. Черное зеркало, да, полностью. У них еще в целом же острее этот вопрос стоит, потому что, насколько я знаю, у них там целые фермы с людьми. Да, у них есть такие общаги, где живут дофига людей, все с ноутами, и они там типа артефакты в Доте. Есть ли такой? Есть, конечно. То есть продают тоже артефакты? Конечно. Скины там, да, все? Очень уверенно я говорю информацию, в которую не уверен. Конечно, есть, есть, такой есть. Ну, значит, могли, потому что какой-то чувак 100% не ел 7 дней, пока играл, умер, и сказали, все, хватит, нас и так мало, и давайте. Они, если что-то делают, они полностью увлекаются, оттачивают это умение, поэтому их, я думаю, точно правительство тормозит. Мы считаем это абсолютно правдиво. Это правдиво. Это правдиво. Круто, блин. Класс. Так, седьмая новость. Комик Эмир Кашоков прилетел на The Belly Major 2023. Стендап-комик Эмир Кашоков, это уже фейковая новость. Стендап-комик Эмир Кашоков прибыл на последний в этом сезоне мейджор по Дота 2, который проходит сейчас на Балле. Кашоков пожаловал удачу команде Bad Boom Team на турнире. Вот так новость. Кроме того, организаторы соревнования выдали комику бейдж персонала. Возможно, он в той или иной роли примет участие в освещении соревнований. Вы, возможно, написали эту новость как правдивую, но она фейковая. Во-первых, я не стендап-комик. Ну, подожди, стоп. Ты не выступал со стендапом, хочешь сказать? Ну, если они нашли эту запись из Владикавказа в 2013 году, то да, я стендап-комик. Таким не являюсь. Дальше, смотри. Последний в этом сезоне мейджор. Это правда? Последний в этом сезоне? Что считается сезоном, давай так. Ну, год. Год? Тогда вряд ли это последний мейджор. Ну, их всего три в году, по-моему. И откуда такие штуки? А я подслушиваю разговоры людей в нужном месте и в нужное время. Ну, в общем, это фейковая. Бейджик персонала мне дали. Там написано «Крю». Ты поддерживал команду «Бэтбум»? Пожелал им удачи? Пожелал им удачи? Пожелал им удачи? Поддерживал, взял удачи, музыки. Ну, тогда уже. А они вот там хитро сделали. Может, тут процентов 70, правда? Это на 70% правда, мы считаем. Ну, видишь? А что, да? Ну, да. Все-таки, блин, ты прибыл, да, на мейджор? Я все-таки прибыл. Прибыл. Итак, киберспортсмен из Филиппин. Не получил визу в США. Вместо него на турнир поехал его брат. Мидер команды Кнайтс Лю, Вулф, Кан. Не мог получить визу в США вместо него. Сколько там? Кнайтс Лю, Вулф, Кан, Пик, Animal Beast, W. Incredible. Значит, выступил вместо него его брат-близнец. Ба-уа-янг, ранее игравший за команду DGL. Об этом стало известно после того, как Вуа выложил фото с турнира на своей странице в социальной сети Vado. Что за социальная сеть? Результат команды аннулировали, а игрокам грозит пожизненный бан. Обалдеть. А почему, типа, нельзя другому игроку играть? Ну, видимо, то, как ты заявил команду, для этого и должен соответствовать. А то сейчас понаберешь каких-то мужиков на качу. Вот смотри, допустим, опять же, если с боксом сравнивать, вот идет матч за чемпиона мира WBC в тяжелом весе. И вместо Тайсона Фьюри выходит Валерий Селиванов. Его брат по разуму. Ему дают звезды. Там очень сильно. Он абсолютно грознец, но другой цвет кожи у него просто. Да. Его там вминают в пол. И что, ему говорят, ну все, ты дисквалифицирован на всю жизнь теперь. Не, понятно, что он просто не выйдет, а здесь результат команды аннулировали прям. Игрокам грозит пожизненный бан. Пожизненный бан. Как еще спалили? Типа, к нему обращались «Кнайтслю Вольф Канн!» И он не обернулся. Потому что он ва. Блин, если он изначально визу не получил, а брат получил? Получается так. Брат-близнец получил? А, вот так. Брат-близнец раньше пришел визу получать. Получил. Потом заходит второй. Ему говорят, ты уже получал. Ты чего, ты кого, так сказать, обманываешь? С двумя визами он хочет щеголять. Иди давай. Ну вот это тогда правдило. Американцы, они мне американцы. Да, братья, давай братья. Конечно, Вольф он, блядя, конечно. Иди, блядь. Вольф это вообще немцы. Давай, иди. Вот так и было. Это новость правда. Ну и все тогда уже получается, последняя уже тогда. Ох, нифига себе. Ладно. Бабока пропустит мейджор в связи с арестом из-за вызова проституток. А мы уже знаем, что это новость, правда. В ночь с 25 на 26 марта в социальных сетях Китая распространилась информация, что Бабока был задержан полицией в своем номере. Спортсмену вменяют использование услуг проституток. Как красиво звучит. Использование услуг проституток. Ну, прикиньте, если бы меняли неиспользование услуг проституток. Почему не использовали услуг? Игнорируйте их. Сидите, приставку играете. Вы не вытрахтили, хлеба уже отпустите. Что является правонарушением на территории КНР. В официальном аккауте Тим Астер появилось заявление, что Бабока пропустит мейджор по личным причинам. Это трэш, как минимум. А почему ты сказал, что мы знаем, что это правда? А я вот, по-моему, в первом классе нас учили считать до 10. И получается, если провести простейшие арифметические вычисления, получается, из 9 новостей 2 сказали фейковые, и уже они были, получается. То есть 9-ая точно. Не, блин, ну тут калькулятор нужен. У них что за увлечения такие? Ну, вот, видишь, ты накапливаешь за 20 часов доты в день вот это желание. Ну, потому что сложно знакомиться в доте. Ну, да. Сложно знакомиться. Там секс происходит в основном с матерями игроков, по словам других игроков. Когда ты, естественно, знакомишься с девушкой, нужно сходить на свидание, пообщаться, узнать, как-то сблизиться. А тут все, приехала, уехала, все, мне играть надо уже, давай, собираю вещи. Поэтому они вот так вот и это самое получается. Тогда надо им разрешить это делать. Да в Китае там, да еще в Китае, блядь, у них там за это не отрубают пенис? Нет? Как он это вообще сделал? Ну, отруб в пенисе. Ну, что ж, эта новость мы считаем, что правдивая. И, конечно, жалко до этого добряка. Ну, что ж, ребят, вот мы раскидали все новости, поняли, какие из них фейковые. А если вам понравилось, кидайте в комменты какие-то новости, которые заинтересовали вас из мира доты 2 или в целом киберспорта. И, возможно, если вам это зашло, мы соберемся снова и будем угадывать, что из этих новостей фейк, а что вы придумали и написали. Коллега все верно сказал. Я присоединяюсь к словам предыдущего оратора. Вам здоровья хотя бы на эти коротенькие 7 дней. Пока.